Привет, друзья! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня мы погрузимся в удивительную жизнь создания, обладающего загадочной красотой и невероятными природными особенностями. На протяжении веков эти великолепные существа проживают в холодных водах северных морей, оставаясь загадкой даже для многих опытных исследователей природы. Знакомьтесь с невероятным морским созданием Нарвалом. Эти маленькие зубатые киты предпочитают арктические прибрежные воды и даже реки, оставаясь загадкой для многих исследователей. Но что делает их настоящими звездами этого холодного арктического спектакля? Дело в их выдающейся черте, длинном, словно унисон с мифическими единорогами бивни, ярко выделяющимся впереди рта. И не только это делает Нарвалов такими удивительными, они имеют ближайших родственников белух и вместе они составляют семейство, которое включено в подотряд зубатых китов. Название Нарвал берет свое начало от древнескандинавского слова труп и кит, намекая на их уникальную серую окраску, словно память о таинственных моряках. А их научное имя прямо из греческой мифологии, обещая нам нечто однозубое и волшебное. Давайте погрузимся в удивительный мир Нарвалов, существ, чьи корни уходят в самые холодные уголки Арктики. Именно здесь, в этом невероятно суровом окружении, эти удивительные создания обрели свои особенности. Они одеты в толстый слой подкожного жира, как в настоящие теплые пуховики, чтобы противостоять арктическим морозам. Вот где они чувствуют себя как дома, в просторах Северно-Ледовитого океана, в районах Канадского Арктического Архипелага и Гренландии, вблизи Новой Земли и земли Франца Иосифа. Но это еще не все. Даже во время лютой зимы, когда моря кажутся неприступными, Нарвалов можно встретить в Белом и Беринговом морях. Вот такие они загадочные путешественники. Эти невероятные существа приспособились к суровой среде снежных пустошей, превратившись в настоящих хищников холода. У взрослых особей длина достигает захватывающих 4,5 метров, в то время как их дети лишь 1,5 метра. Самцы весят, как целая машина, около 1,5 тонны, а самки не отстают, имея вес в 900 килограмм. При этом более половины этого внушительного веса приходится на толстый слой подкожного жира, который служит им естественной защитой от арктических холодов. Визуально Нарвалы схожи с белухами, но вот одна из них не может похвастаться довольно удивительной чертой. Этот звездный артист показывает свою выдающуюся черту Бивень, или как привыкли называть его Рох. Вес этого невероятного природного артефакта достигает 10 килограмм, а его главное умение – гибкость и способность изгибаться на 30 сантиметров, добавляя загадки его природы. И все же, несмотря на величие, настоящая роль этого Бивня пока не разгадана полностью. Существует несколько теорий, каждая из которых предлагает свой взгляд на его призвание. Возможно, он помогает самцам в врачных играх, может служить средством очистки или даже является чувствительным органом для восприятия окружающей среды. Нарвалы с их загадочными рогами всегда притягивали внимание и воображение людей. Их внешний вид, особенности поведения и, конечно же, таинственные рога стали источником множества легенд и мифов. Одна из самых знаменитых легенд связана с их рогами, которые нередко называются единорожьями. Во многих культурах рога Нарвала были приняты за рога единорога, считавшегося магическим существом, с невероятными свойствами. Верили, что эти рога обладают целебными защитными силами, способными приносить счастье и защищать от болезней. Кроме того, в скандинавской мифологии Нарвалы ассоциировались с древними сказаниями о морских чудовищах и великих приключениях в море. Их рога считались священными амулетами, обладающими магической силой. В инуинских легендах Нарвалы занимают особое место. Они считаются духами моря, защитниками и проводниками для охотников, отправляющихся в опасные воды. Интересно, что эти морские единороги не обладают зубами, а только зачатками. Однако, куда более удивительно то, что у них есть способность трансформировать свой зуб во что-то гораздо более впечатляющего – в рог. И хотя тайна того, почему рог растет слева, остается нераскрытой, эти создания продолжают удивлять нас своей уникальной природой. Нарвалы – настоящие загадки арктических просторах, живущие в полном согласии с природой, плавая боковыми плавниками и мощным хвостом. Нарвалы – загадочные обитатели арктических просторов, настоящие единороги среди ледовых пустошей. Осенью под пеленой холодных ветров они начинают свои великие миграции к теплым широтам. Под ледяным покровом они находят укрытие в полыньях, где открывают для себя возможность дышать свежим воздухом. И если вдруг стая оказывается в плену подо льдом, сильные самцы словно ледоколы разбивают барьер своим могучими рогами. В летнее время, когда солнце снова касается арктических берегов, они возвращаются на север к своим ледяным королевствам. Глубоко в бездонных водах, до пяти сотен метров нарвалы чувствуют себя как дома. Они способны задержаться под водой без воздуха на целых 25 минут. Общительные и стадные, они собираются в небольшие стаи, где общаются своеобразными звуками, напоминающими беседу белух. Но среди этого мирного племени есть свои враги. Косатки и белые медведи – неотъемлемая часть их жизни, представляя опасность для взрослых особей. А вот для детенышей настоящей угрозой могут стать полярные акулы – таинственные хищники арктических глубин. Составляя меню, нарвалы не стремятся к изысканному, предпочитая глубоководных обитателей – палтусов, полярных тресок, саек и морских красных окуней. Но иногда они радуются разнообразию и охотятся на головоногих моллюсков, кальмаров и ракообразных, погружаясь в вездну на глубину до 1 километра. Функциональные зубы нарвалов – настоящее произведение искусства эволюции. Они служат для того, чтобы создавать поток воды, который позволяет им маневрировать и ловить свою добычу. Эти грациозные создания обладают чрезвычайно гибкими шеями, что делает их настоящими мастерами в исследовании океанских просторов и ловле подвижной добычи. Разложение у загадочных морских единорогов происходит с особой таинственностью. Они не торопятся в этом деле, ведь им нужно целых 5 лет, чтобы достичь половой зрелости. Между родами они устраивают себе трехлетние перерывы, как будто следуя тайному календарю природы. Весна становится для них временем страстей и влечения. Беременность у морских единорогов – настоящее чудо природы, длительностью в 15 месяцев. И хотя в большинстве случаев рождается всего один детеныш, иногда встречаются и семейные пары с двойней. Малыши при рождении необычно крупные, их длина достигает внушительных полтора метра. Сразу после родов самки объединяются в свои женские круги, создавая уютную стаю из 15 особей. В то время как самцы предпочитают вести свой собственный образ жизни в отдельные группы до 12 особей. Нарвал – настоящий символ свободы. На воле им предстоит долгая и насыщенная жизнь, длительностью около 55 лет. Нарвалы – неотъемлемая часть арктических вод, занимающие свою нишу в круговороте природы. Они являются хозяевами для таких паразитических существ, как нематоды и китовые вши. С веками они были надежной пищей для народов Арктики, символизируя силу и выносливость. Но сегодня они нуждаются в нашей помощи, ведь они оказались в рядах уязвимых видов, занесенных в Красную книгу и охраняемых законом. Спасибо, что присоединились ко мне сегодня. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Если у вас есть какие-то вопросы или комментарии, обязательно пишите их под видео. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк, чтобы не пропустить новые выпуски. Буду рада встретиться с вами в следующем ролике. Берегите природу и до новых встреч!